И сегодня свой день рождения отмечает Лапланский заповедник. Это старейшая природоохранная территория Кольского заполярья. Петр Широбоков и Борис Савельев прошлись праздничной экологической тропой. Особо охраняемые природные территории – это зеленые жемчужины нашей страны. Ну а если говорить про наш Кольский полуостров, то здесь их целое жерелье. Например, на границе с Норвегией находится самый молодой заповедник Пасвика. А здесь, недалеко от Манчегорска и Ападитов, вот уже 92 года работает Лапланский заповедник. История Лапландского заповедника началась вместе с промышленным освоением Севера. В 20-е годы прошлого века с первыми экспедициями на Кольский полуостров приехали и ученые. Домик, построенный для их первой зимовки, сохранился в Чонозерской усадьбе заповедника до сих пор. 17 января 1930 года Ленинградский областной исполнительный комитет принял решение об организации Лапландского заповедника. Его первым директором был назначен Герман Крепс. В работе заповедника сегодня принимают участие десятки специалистов, профильные министерства и крупный бизнес. Так, в новом году при поддержке Нурникеля заповедники стартуют два проекта – по научно-исследовательской работе с растениями и по переоборудованию тропы «Лесная почемучка» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается и работа по созданию сети экологических троп, в том числе и кругосветки, закольцованного маршрута протяженностью 10,5 километров. Сейчас мы завозим пиломатериал. Мы готовим сейчас все для того, чтобы вертолетом забросить пиломатериал на Чуна-Тундру, чтобы продолжить обустраивать кругосветку, тропу, чтобы как можно быстрее сделать. И если будет все хорошо, все удачно, погода, вертолеты, тогда у нас в этом году уже мы продвинемся далеко по прокладке этой тропы. Это прекрасные другие ландшафты, это открытая тундра, это больше возможности увидеть оленя дикого северного. Два рогача пришли, красивые, красавцы, поэтому мы рады этому, потому что практически все животные, которые обитают в заповеднике, они на усадьбе побывали. А еще в минувшем году в заповедник пришел высокоскоростной интернет. Это часть проекта по организации мониторинга природной среды на территории заповедника с помощью IT-технологий. Мы такой проект разработали, уже представили его и в Минприроды, представили его Норникелю. Шесть базовых станций должно быть установлено на территории заповедника, и которые будут собирать информацию о погодных, климатических условиях, о чистоте воздуха, видеонаблюдении, и будут передавать в режиме на сервер. Заинтересованные стороны мы, наше министерство, градообразующие предприятия будут получать оперативную информацию, чтобы можно было быстро принять управленческие решения в зависимости от этой информации. Игры, квесты, прогулки больших и маленьких посетителей по тропе лесная почемучка – это еще одна важная часть современной истории заповедника. Оборудовать туристические маршруты помогает Кольская ГМК. Здесь же весело проводят выходные работники предприятия и их семьи. Сейчас мы сюда приехали с семьей, вот три семьи, друзья вместе. Вместе работаем, так сказать, водители, ВТЦ. Вот, семьи взяли и приехали. Праздники, отдыхаем. Развлечения, горка. Лес, природа. Загадки, да. Свежий воздух. Мы очень редко дома проводим время, мы стараемся куда-то выезжать. Активные. Активные. Активные воды жизни. Не домоседы вообще? Нет. Свой 92-й год с момента рождения заповедник отметил появлением нового сайта, где можно узнать много интересных фактов об уникальном уголке северной природы. Но все же лучше один раз увидеть. Петр Широбоков, Борис Савельев, Павел Удалов, ДВ21+, Лапланский заповедник.